Всем привет на канале AllDutchman. Сегодня мы с вами продолжим тему беженцев в Германии и в конце обратимся кое к чему, о чем я сейчас пока говорить не буду. Итак, нелегальные афганские беженцы в Германии устраивают бесчинство, устраивают сумасшедшие погромы и в большинстве случаев им за это ничего не делают. Почему? Что входило в эту серию? Он с обычной палкой или с куском арматуры ходил по улицам, разбивал на машинах лобовые стекла, ломал зеркала, царапал машины, плевался в людей, избивал людей, просто так нападал, кричал. Одну женщину, даже просто когда в метро поезд остановился, двери открылись, он стоял сзади этой женщины, он схватил ее за шею, вытолкнул ее из вагона, она упала и естественно получила серьезные телесные повреждения, потому что она упала лицом, разбила себе колени, разбила себе лицо. Неоднократно его полиция пыталась успокоить, но он и на полицейских набрасывался как бешеный тигр, царапался, кусался, его приводили в полицию, потом его отпускали. Постоянного места жительства у него в Германии нет. То есть, почему? Объясняю. Пожил чуть-чуть в одном лагере, устроил погром, разбил всю мебель в комнате, разбивал всю посуду, попередрался со своими вот этими вот такими же беженцами, которые живут в этих квартирах, выгнали из одного лагеря, перевели в другой, там повторяется такая же самая история. И вот, наконец, в июне 23-го года, когда он устроил целую серию погромов на одной улице в Мюнхене, шел с дубиной и разбивал лобовые стекла на машинах, люди вызвали полицию, силами нескольких нарядов полиции удалось его успокоить, удалось его надеть на него наручники и отвезти его в КПЗ. Сразу же, в первый же день, он был представлен перед прокурором и перед судьей, и прокурор потребовал, чтобы этот человек был отправлен в психдиспансер до решения суда. Почему так? Потому что, и почему сходили ему с рук все вот эти его преступления? Оказывается, у него есть бумага о том, что он страдает параноидальной шизофренией. Человек, приехавший сюда из Афганистана, ищущий убежище. Нелегальный беженец, по сути, у него нет никакого статуса беженца в Германии. Почему? Ни статуса беженца, ни нет постоянного места жительства или временного места жительства. У него здесь ничего нет. Но, тем не менее, он пытался каким-то способом приземлиться здесь в Германии, даже путем того, что его закроют за решетку, и, наконец-то, на несколько лет он обретет себе камеру, отдельную камеру, даже круче, чем люксовый номер в какой-нибудь пятизвездочной гостинице в Афганистане. Это, чтобы вы понимали, для чего они устраивают вот эти вот преступления здесь. В общем, начался суд, все это дело собиралось, 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 и в середине этого года, вернее, в середине июня этого года, 17-го числа, состоялся окончательный суд с заслушиванием, с зачитыванием приговора по вот этому афганскому беженцу. Прокуратура потребовала, чтобы его закрыли принудительно в психдиспансер на долговременное лечение, так как он представляет собой опасность для нормального общества, и он не имеет права находиться среди нормальных людей. Вместо того, чтобы устроиться на работу, вместо того, чтобы вести себя как достойный гражданин, он вел себя так, что к нему стали относиться отвратительно абсолютно все. И это вина не людей, которые якобы его ненавидят, или как там многие говорят, расист. Нет, это его собственная вина. Объясняю вам теперь маленькую причину, почему такие люди, как он, едут сюда искать убежище. Афганистан, дикая жара, горы, пески, работы нет, денег нет, а наркотики хочется. И тут к нему подходят его знакомые, говорят, слушай, денег нет? Нет. Наркотиков хочешь? Хочу. А заплатить нечем? Нет, заплатить нечем. Ты не работаешь? Нет, не работаю. Ты знаешь, есть идея. Есть в мире такая страна, где ты тоже можешь не работать нигде, но покупать себе наркотики, потому что в этой стране тебе дадут квартиру, тебе дадут социальное пособие, и ты на это социальное пособие можешь покупать наркотики и позволять себе другие прелести своей низменной жизни, которые ты здесь себе в Афганистане позволить не можешь. Хочешь такую страну? Конечно, хочу. А что за страна? Это Германия. Примерно вот так вот все там у них и происходит. И они приезжают сюда, получают социал, получают... Многие, действительно, многие, которые приезжают сюда из Афганистана, они пытаются показать, что они относятся лояльно к законам страны, в которую они приехали, уважают традиции, уважают порядки и стараются вести себя действительно достойно нормальных, адекватных людей. Такие же молодые отщепенцы, приезжающие сюда и буквально с первых шагов показывающие свое гадское отношение к абсолютно всему цивилизованному, не заслуживают никакого уважения от общества. И их нужно просто-напросто изолировать. А изолировать как? Ну, сажают. Кого в тюрьму, кого в психдиспансер, кого свои же вот эти вот по общежитиям беженцы избивают до такого состояния, что до них наконец-то начинает доходить, что бумага, выданная каким-то Юсуф Хабиб Абдулой в Афганистане, в которой пишется, что у него диагноз параноидальная шизофрения, блин, тут не прокатывает. Вот такие дела. Это по тому, почему я вот так вот говорю о беженцах, об этой тематике и так далее. Я вот просто вам хотел привести еще один пример, что само население избирает сейчас на коммунальных выборах партию АФД, вот этих вот ультраправых, потому что партия АФД, если она и придет к власти, то она в первую очередь возьмется за вот этих нелегальных мигрантов и начнет их выдворять отсюда пачками. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. Я что-то сомневаюсь в том, что они начнут именно вот так вот делать, как они обещают, потому что политики это такие люди, которые говорят одно, а делают совершенно другое. Неважно, к какой политической партии они относятся. Ну и, конечно же, в конце я хотел бы, вот то, что вам в самом начале сказал, типа маленький сюрпризик. Я просто-напросто удаляю с канала тех людей в бан, которые открыто мне уже начинают угрожать, угрожать физической расправой. И вот буквально один недавно мне заявил, что он вбивает в поисковую строку на Ютубе беженцев Германии и вылетает мой канал с моими видео, и он не может понять, или вру я, или врет Ютуб. Потому что такой клеветы, какую он слышит у меня на канале, он не слышал нигде. Хорошо, я могу просто парировать. Если ты не согласен с тем, что говорю я, сними свое видео, выскажи свою точку зрения, и мы потом будем обсуждать твою точку зрения под твоим видео у тебя на канале. Но когда у тебя на канале абсолютно пустое место и обычная аватарка, канал зарегистрирован несколько лет назад для того, чтобы просто так вот смотреть на Ютубе что-то, где-то кого-то троллить или писать комментарии, ты для меня пустое место. Если ты хочешь со мной вести нормальную, конструктивную дискуссию, пожалуйста, покажи свою точку зрения, выскажи свое мнение. Угрожать, ну, ты знаешь, очень много людей, еще особенно в Молдавии, когда вот я там жил, очень многие люди мне угрожали. И я им просто говорил, запишись в очередь. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, пользуясь географической удаленностью, люди могут корчить из себя супергероев, корчить из себя великих, не знаю, там, бойцов или еще кого-то, и пытаться угрожать тем людям, которых они не знают и о которых они не знают вообще ничего. Но тем не менее пытаются открывать свой рот. Какая у меня реакция? Да никакой реакции. Отправил банду, забыл, вот и все. В общем, это так вот, кратенько. А по тому афганцу, да, таких вот случаев, как вот с этим афганцем, который, ну, вел себя действительно как зверь какой-то, как какой-то отщепенец, пещерный человек, нападая на всех с дубиной, с арматурой, избивая людей, плюяя им в лицо, нападал даже на полицейских, как ненормальные. Таких действительно нужно изолировать от общества, чтобы они не нарушали те устои, которые здесь складывались десятилетиями, может быть, даже веками. Страны шли к тем традициям, в которых они живут сегодня. Это касательно именно вот этих вот афганских беженцев и случая, который я хотел вам сегодня рассказать. В общем, как обычно, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Всем удачи и, да, некоторым вдвойне того, чего вы мне пожелали. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok